Всем привет! Не обращайте внимания на мой внешний вид. Фух, жесть! Весь в колючках, в земле. Дело в том, что сегодня целый день я рыбачу вот на этой маленькой речке, ловлю головля и другую мирную рыбу на вертушке. Ну а рыбалка это такая, она подразумевает под собой большие переходы по пересеченной местности, по траве, ежевика, крапива. В общем, вы и так в курсе. Не первый год я выкладываю такие ролики. Но сегодня, конечно, даже, наверное, еще сложнее, чем обычно, потому что я решил пройти довольно-таки большой участок, и участок оказался совершенно нехоженным. С одной стороны, это плохо из-за того, что не подойдешь особо нигде. Хорошо, что местами можно хотя бы в воду зайти. Но, с другой стороны, то, что он нехоженный, он оказался просто набитым рыбой. То есть сегодня у меня рыбалка. Я даже боюсь громких слов, но, наверное, самое лучшее в жизни на ультралайт по белому хищнику в рамках малой реки. Я сегодня просто эмоционально выгоревший, то есть я сегодня переловил. Я столько головля в жизни не ловил, сколько сегодня. Уже язык заплетается от усталости. И от жары он клюет и клюет. Еще один. Сегодня у нас плюс 31, несмотря на то, что на улице пасмурно и временами идет дождь. Нелегко рыбачить в это время на маленьких речках, но оно того стоит. Рыбалка просто обалденная. Так что, ребят, приятного просмотра. Я думаю, что вам ролик очень понравится, несмотря на то, что он получится очень и очень длинным. Ну и сразу пару слов о снастях. Ловлю я сегодня снова экоизмом от наутилуса с тестом до 3,5 грамм. Как раз палочка по тесту оптимально подходит под такие задачи. Под маленькие вертушки, маленькие волкеры, маленькие воблеры, микроколебалки и неогруженные плавающие приманки тараканы. Катушка стоит сегодня у меня побольше, 2500, немножко негармоничная с такой палкой. Но дело в том, что сегодня я не рискнул ловить на тонкий шнур. Взял с собой катушку со шнуром 0,6. Дело в том, что очень много зацепов, много мест, где нужно продирать приманку. И самое главное, что часто рыба клюет в такой кувшинке, ее нужно оттуда очень быстро вытащить. А палочка все-таки до 3,5 грамм и ресурса у нее, ну скажем так, с тонким шнуром не очень много. И крупная рыба весом от полкило может спокойно завести в кувшинке. И будут проблемы, придется за ней туда лазить. Поэтому сегодня палочка ультралайтовая, но катушка и шнур лайтовый. Ну а по приманкам все то же самое, без изменений. Все та же вертушка Мэпс Аглия в размере 0. Почти всю рыбалку ловлю на нее, практически не меняя. Но поменял на ней тройник. Поставил поменьше и поставил на шарнире через заводное кольцо. Поклевок, в принципе, столько же, но реализация процентов на 50, а то и 60 выше. И очень мало сходов. Есть. Это у нас маленький головник. Снова вертушка. Снова вертушка. И уже проблем нет. Маленький взял. Головник. Есть. Головник. Хорошо вымочил. А это подъездок. Это у нас подъездок. Головник. Снова. Снова. Головник. Есть. Есть. Тише, 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 ну маленький обойки И еще один Ага, и там даже плюхает Это уже головлик, вполне себе Ну прям каждое, каждое место Небольшой приямок Среди мели и сразу там головли Ну и тоже вполне себе такой головлик Реагирует моментально Главное точно попасть Вот на меликах стоит елец А в приемках головли подъездок Главное точно попасть Субтитры делал DimaTorzok Верпи Ага Ага Верпи 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 подъезд сколько поскоряет просто вы посмотрите сотни мне тут на меликах где совсем чисто просто песок никого нету нет приемка нет травы нету рыбы вот там за коряга сейчас будет точно маленький головник ну вот чуть коряшка сразу стоит даже если мелко вообще в такой рыбалке три правила первое это не шуметь второе точные забросы и 3 медленно вести вертушку идти вверх по реке бросать upstream и проводить с разворотом это самые ключевые моменты поэтому стараюсь шептать и очень тихо подходить на точке прям здесь ударил голавлик но небольшой еще поклевки взял но от подъездок если голавлик просто прилиплись второй схватил один сошел другой взял надо было тебе подорвануть но хочется поймать яйца головлей в принципе поймать несложно любой приемок он опять фото как они атакуют все на виду красиво так а ты кто переговоры да ты мне дашь кельца то поймать или нет блин опять сразу же похода переговоры нет вообще жерешок есть это покрупнее на каждом забросе мы снова головы но это хотя бы голавль голавлик да вот елец идет и не берет просто провожает но головлей можно поймать и не знаю сколько сотни две еще один так вот шучка она там гонял как раз вот я ее и поймал 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 там у берега ямка вот у нее может быть кто-то покрупнее вот опять поклевка бывает есть еще поклевка есть догнал так а это у нас еще один подъезд значит там стоика подъездов есть с какой атакой еще один подъезд ну да тут явно стайка есть есть маленький головлик есть 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 Это галаблик уже получше. Жадина. На мутке тоже стоят. Хороший галаблик. До этого было два схода, чуть поменьше. А этот товарищ жадненько. Ох, а это язек неплохой. Неплохая точка. И главное, все поклевки видно. Выход, атаку. Галаблик. Галаблик. Взял. Жерешок. Ну, по этому участку уже пошли джунгли. Места такие посложнее, но в то же время интересные. С миличка он взял подъездок. А нет, галаблик. Да, они прямо там не мили стоят. Кидал сначала в ямку. Там никого. А на милике клюет. Поймал. Поймал. Быстрянку. Обалдеть. Оттравки взял. По-моему, подвесок. Да, подвеска. Допрыгаешь сам-то. Да, вот такие переходы от точки к точке. Там до этого шел хотя бы тропинка была. Но и участок был не особо интересный. В основном тихий, ровный и довольно-таки глубокий. Понятное дело, что хорошая рыба как раз в таких местах и живет. Но даже мелочь о спокойной воде самое лучшее это провожает. А то и вообще не уделяет никакого внимания. Поэтому все-таки какие-то быстринки, небольшие приямки, коряжки, трава работают лучше. Ну или отдельные большие ямы. Но там зато насижено. Ловит на поплохе. Хорошие подходы. Тропинка. И не надо вот так вот лазить. Вон там целая стая. И это елец. Как мне хочется его поймать. Есть. Есть. Хорошая рыба. В кружинке нельзя. Вот он. вот это уже рыбка вполне себе особенно по меркам снасти шикарный головник ну давай из кувшиночка дают хорошо я сегодня поставил 0 6 шнур они 0 3 я бы его не достал в таком месте ну и самое прикольное то что все поклевки на виду я прям видел выход атаку все от начала до конца все таки все сразу взял жерешок рыбка крупнее куда 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 головник какой толстый иди сюда иди малышок ну наконец-то попался елец жерешок ну а теперь взял струи настройки они поактивнее и еще один сразу чуть затяжок или наоборот струя и сразу сразу же шлипок один задний там стойка еще поклевки еще поклевки есть и еще один на каждом забросе Вот это поклевка. Опа, и сошел. Это был хороший голавль, но что-то я поспешил. Другой взял. Один сошел, другой взял. А, жерешок. И еще один. Но это уже голавль. Есть, нагнал. Угу. Абайчея. Угу. Еще один и тот же. И чем точнее кидаешь под тот берег, тем выше шанс на поклевку. Желательно попадать прямо вообще в притирку. И поклевка моментально с первого оборота. Есть. А вот под берег попадаешь. Есть. Жерех. Один сошел, один попался. На двух забросах. Есть. Хороший голаврик. Ну-ну-ну, боец, боец. Вот он. Прямо с середины реки. Есть. Ах, сошел жерех, 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 сошел. Хороший жерех. Вон стоит хороший голаврик. Попробую подкинуть ему жука, может быть. Прямо под берегом в траве. Сейчас попробую жука поставлю. Да, вот такого, думаю, самого этого страничка. Это жуки ивановского производства. Шавер 37. Ручная работа, классные приманки. Очень высокая детализация. Вышел, 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 вышел. Вышел голаврик. Но не взял, меня увидел. Хороший голаврик, полкило не меньше. Проводил жука, но не взял. Опять вышел еще один. Давай, давай, бери, бери, бери. Не хочет вообще никак сверху брать. Уже вышел поменьше. Есть, блин. Атаковал. Не засекся. Хороший голаврик был. Красивая поплевка. Надо будет в следующий раз чисто на эти приманки приехать половить. А то я сегодня уперся в вертушку. Но на вертушку, конечно же, берет. На шлепок. Прямо в заводе. Подъездок. А то все головли до головли. Сразу же. Тюкал, тюкал. Ух ты. Какая свечка. Ну, неплохой. Тюкал. 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 Это какое-то безумие. Я столько головля в жизни не ловил, сколько сегодня. Уже язык заплетается от усталости и от жары, а он клюет и клюет. Еще один. Ну, в общем, все, ребят. На сегодня я решаю заканчивать. Селов у меня уже нету. Прошагал достаточно много, километров шесть по реке. Но обловил из всего этого, наверное, ну, если так прикинуть, километра три. Остальные места просто недоступны. Отвесная стена, заросшая травой и деревья. Просто не подойдешь. В некоторых местах можно подойти в забродку, в болотных сапогах. А в других местах либо только вейдерса. Кстати, надо было в них поехать. Ну, либо лодка в идеале. Потому что именно в таких местах, где высокие деревья, глубина, там стоит более крупный головль. Не зря говорят, что август это второй май по ловле белого хищника. Ничем не хуже, но только приоритет идет на блесны. На колебалке. И вот как сегодня у меня вертушка. На крынке бы тоже, конечно, поймал. Но я думаю, что намного меньше. Может быть, на маленькие миножки, типа Риджика, поймал бы тоже неплохо. Но, наверное, тоже на порядок меньше. Ну, а на этом на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться, поставить лайки и комментарии. А я желаю вам удачных и продуктивных рыбалок. И не хвастаньте шуе. Всем пока!